МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть состав, да, разнообразный состав делегации, потому что есть ребята, у которых есть большой опыт, есть ребята, и они сами это включают, которые впервые попали на такой проект, и, в принципе, у них опыт волонтерской деятельности не такой масштабный, где-то в местных сообществах, в небольших организациях. Есть волонтеры серебряного, серебряные волонтеры, у которых есть опыт уже Олимпийских игр, есть молодые ребята. И для неформального образования, то, чем мы сегодня занимаемся, это большой ресурс, потому что в рамках тренинга предполагается, что участники обмениваются опытами, идеями, ну, в принципе, совместная работа. Это тот ресурс, в рамках которого они учатся друг у друга. Этот рабочий день стал очень плодотворным для добровольцев. Делегация из 50 человек, которой предстоит почти неделю работать бок о бок на фестивале, смогла стать настоящей командой. Ребята узнали, у кого из своих коллег можно попросить помощи в том или ином направлении, выработали общие механизмы разрешения конфликтов и получили необходимую информацию о компетенциях, которые могут пригодиться им в работе. У кого-то возникают проблемы, допустим, с английским языком, кто-то не так хорошо его знает, как надо бы, кто-то хочет научиться фотографировать и красиво фотографировать, кто-то этого не умеет, кто-то это умеет и может ему помочь в этом плане, кто-то не умеет договариваться с людьми, а у кого-то этот навык очень хорошо развит, то есть может ему в чем-то помочь. Всегда такие школы на команды образования очень важны, особенно для нашей делегации, потому что, в частности, мы друг друга практически не знаем. Мы работаем в разных сферах и очень редко когда-либо пересекались, поэтому, да, важно, чтобы мы стали одной целой командой. Я уже нашла ребят, которые мне могут помочь в некоторых таких пунктах, в которых я не умею. Например, вождение. Я не умею водить машину, и одна девочка согласилась меня научить этому. Это был лишь первый этап обучения. До 14 октября волонтерам предстоит еще многое узнать, чтобы слаженно и точно организовать работу на фестивале. Уже скоро после этого обучения придут онлайн-курсы для волонтеров, ну, каждому лично на почту, которые они в свободное время могут пройти. Также будут еще два обучения уже в Сочи. Это функциональное обучение, где каждому будут выданы функциональные назначения, чем именно волонтер будет заниматься, ему расскажут, познакомят с его командой, какие вот нужны навыки для этого, он пройдет тестирование. После этого будет объектовое обучение. Они уже выйдут на объекты, познакомятся с инфраструктурой, с командой объекта и уже будут знать, как действовать именно на местах. Напомним, что всего с 14 по 22 октября в Сочи будут работать 5000 добровольцев из России и зарубежных стран.